Тайваньские спасатели продолжают искать 18 человек, которые числятся пропавшими без вести после мощнейшего землетрясения силой 7,2 балла. Бедствие произошло в среду на гористом и живописном восточном побережье острова. Зафиксировали десятки толчков. Некоторые рабочие и туристы в горах оказались отрезанными от внешнего мира из-за схода оползней. Всех, кого смогли обнаружить, доставили в безопасное место. Город Хуалянь и одноимённый уезд пострадали больше всего. Мэр Хуалянь говорит, что среди пропавших без вести есть граждане других стран. «Что касается четырёх иностранцев, двое из них имеют двойное гражданство Австралии и Сингапура. Есть один индийец и один канадец». В целом погибло 10 человек, около тысячи получили травмы. Также в уезде Хуалянь повреждено много домов. Некоторые разрушились частично или накоренились. Власти уже начали снос зданий, которые невозможно восстановить. Кадры с одним из них в первые часы после бедствия облетели весь мир. «Жители хотят вернуться за вещами, но это действительно слишком опасно. У нас нет выбора. Возможно, в процессе сноса мы найдём какие-то личные вещи. Мы отложим их и затем позволим людям их забрать». Как сообщается, после основного землетрясения было зафиксировано ещё около 50 авторшоков. Толчки ощущали в столице Тайваня – Тайбэя, а также в материковом Китае. Для острова, а также для Японии и Филиппин было издано предупреждение о цунами. Позже его отозвали. Это сильнейшее для Тайваня землетрясение за последние 25 лет. В предыдущий раз подобное бедствие в 1999 году привело к гибели более 2400 человек.